Подготовка. Ну что же, дамы и господа, уважаемые телевидеорадио, твича, зрители, начинаем! Кто хочет стать миллионером? С Дашей и Ромой. Итак, первый вопрос. Ну, первые вопросы, ребята, будут достаточно простыми, так чтобы вы разогрелись, разогнались. Первый вопрос. С какой целью объединились Лебедь, Рак и Щука? А. Сыграть в салки. Б. Вести ОС. С. Победить на выборах. Д. Поболтать с Крыловым. Итак, я выбираю вариант Б. В. Б. Даша, ты как думаешь? Б. То есть это ваше общее решение, вы оба в нем уверены? Да. Ну, смотрите, первый вопрос. Дина, у тебя музыка тут какая-то играет? Нет? Она играет, но, к сожалению, она не передается. Да, 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 да. А вы можете просто фоном какой-нибудь, кто хочет стать миллионером, поставить там в ВК? А, ну, в тишине, спасибо. В тишине. Знаешь, звук капающих, капающей воды только. Итак, ваш вариант вести ВОЗ Б. И это, разумеется, правильный ответ. Дина, вопрос, мы можем забрать тысячу и уйти? Нет. Мне кажется. Вообще да, нет, можете, можете, да. Что, вы хотите, правда, это сделать? Да нет. И правильно. Вопрос второй. Что в народе называют бормотухой? А. Плохое вино. Б. Испорченный телефон. С. Сарафанное радио. Д. Непропечатанную книгу. Так, ребята, это второй вопрос. Так, ладно. Бормотуха. Мы будем рассуживать логически. Бормотуха. Это точно неплохое вино? Это либо... Бормотуха, это, знаешь, как будто, типа, звучит слово, как будто что-то пиздец, да. Да, да. Но знаешь, это либо испорченный телефон, либо сарафанное радио. Нет? Как думаешь? Напомню, что если у вас нет уверенности, вы всегда можете воспользоваться подсказками. На данном этапе... Да, нам нужна подсказка. Отлично. На данном этапе замена вопроса пока недоступна, она появится позже. Сейчас у вас есть 50 на 50, помощь в зала, вторая жизнь и звонок инсайдеру. Так, может, инсайдера завязать? Завязать Кракина? Нет, не надо. Так, еще раз, что у нас есть? 50 на 50. 50 на 50. Помощь в зала, помощь в чате. Вторая попытка, то есть вторая жизнь. И звонок другу. Не спешите. Давайте, вы подумайте, а я пока о сториз запишу, что мы тут уже начали, все такое. Давай. А если он не знает? Надеюсь, он знает. Нет. А если инсайдер нам неправильно подскажет, мы все, мы проебали. Ну, вы можете не воспользоваться ответом, если вам кажется, что неправильно. Только подожди, пока не звони. Сейчас я запишу вас. Так, инстаграм, мы тут вот, да, показываю камеру с нашей Ромой, играем в «Кто хочет стать миллионером». Приходите поболеть. Мы тупые. Жалко, что вас не слышно, да, так как я экран снимаю. Итак, что, Рома, ты хочешь воспользоваться первой подсказкой, позвонить инсайдеру? Да. Я не знаю, тут... Диоген, спасибо тебе огромное за два месяца. Барматуха, вот что это такое может быть? В народе называют. Дина, ты сама знала? Да. Да? Я звоню инсайдеру, все. Ну что же, Рома выбирает воспользоваться подсказкой. И на звонок инсайдеру у тебя будет одна минута. Ну, мы подождем, когда он возьмет трубку и, пожалуйста, делай это на громкой связи, чтобы все слышали. Угу. Я его потерял. Инсайдера сложно найти, но легко потерять. Звонок в печору, кстати, происходит. Международный. Инсайдер. Все. Не удалось позвонить. Инсайдер не принимает звонки. Напиши ему, напиши ему, чтобы принял звонок. А, то есть он такой, типа, да, звони, конечно, помогу. И поставил себе блокировку у входящих. Хороший план. Так. Ваня. Где я не могу позвонить? Сокрыто. Да, сложновато, конечно. Так, а может, он ему в ВК может позвонить? О, он ответил. О. О, пусть зайдет, может зайти. Ну, если пускай он трубку берет, чтобы было легитимно. Он написал, напиши сообщение. В смысле, напиши сообщение? А, может, ему в Телеграм. Мне просто пачку надо. Лав. А, чтобы он добавил? Да, видимо, так. О. Опа. Поехали. Минута. Алло. Алло, Ваня. Алло. Здорово. Да, слышно? Да. Здорово. Так, ну, второй вопрос, это сильно, конечно. Мне это очень льстит. Но... Ну, второй вопрос. Стоп, они идут по сложности? Да? Да. Может, варианты прочитаешь, нет? Да, вообще-то. А, тебе варианты нужны вообще, или ты все знаешь? Барматуха? Ну, пойло какое-то, ну, давай, говори. Пойло? Тут есть плохое вино, испорченный телефон, сарафановое радио и непрочатанная книга. Непрочатанная книга. Непропечатанная книга. Непропечатанная. Так, сколько мне времени есть подумать? Тринадцать секунд осталось. Тринадцать секунд осталось. Блин, ну, я десять секунд посмеялся бы на том, что вы на втором Афоросе уже фейлите. Ну, это вино получается, потому что это напиток. Я знаю, что это, ну, типа, какая-то херовая, короче... И время истекло. ...подья, типа того. Все, Ваня, Дина уже говорит, что все, пиздец. Спасибо. Точно вино? Да. Ну, да, больше там нет напитков никаких, так что вино. Все, все окей, спасибо. Да. Пиздец. Ебать, мы что не вылетели, ну. Я честно, я такое слово вообще... Ну, я вообще городской парень, ну... Все в порядке, не переживай, Рома. Плохое вино. Плохое вино. Итак, инсайдеры считают, что это плохое вино, и вы решаете полностью ему довериться, да? Да. А уверены, что он вас не подколол? Нет, он очень умный, сто процентов. И очень добрый. Да, и хороший. И порохил с нас, пошел на чем нахуй. Нет, не надо. Лишь в чем? Итак, ребята выбирают вариант А, плохое вино, и, конечно же, это правильный ответ. Да. Даже две вещи, может, валим? Итак, следующий вопрос. Что отсутствует при исполнении вокализа? Музыка, текст, голос, гласные звуки? Так. Вокалист. Тихо, даже нахуй. Тихо. Вокалист, ну типа, петь, да? Ну типа, это что-то, какая-то музыка типа. Не, ну музыка, не, ну если петь, то голос точно должен быть. А, это знаешь, это походу вот это какой-нибудь. Короче, либо текст, либо музыка. Так, так, так. Дина, у тебя нет подсказки? Ну типа, от тебя, подсказка от тебя. Нет, подсказки ведущего нет. Ну, на самом деле, когда играл Алсиор, он в звонке другу позвонил мне, но я ему не подсказала, так что. Я тоже так думал сделать, но подумал, что это будет очень, ну, очевидно. Слушай, ну, наверное, это все-таки текст. Потому что все... Да, это текст. А стоп, мы проебем сейчас? Смотрите, если вы отвечаете неправильно, то, ну, то вы закономерно проигрываете. Но у вас при этом есть еще подсказки. 50 на 50, помощь зала, вторая жизнь. На данный момент 3 доступны. Попозже появится еще и смена вопроса. Она недоступна просто на первых легких. Давай текст. Точно? Точно. Да, давай текст. Вы уверены? Да. Нет. Давай текст. Текст. Итак, ребята выбирают B-текст. Это что, оно красное? И это правильный ответ. Блин, сижу, волнуюсь за вас, конечно. Надеюсь, там играет эпическая музыка, блядь. Я вообще... На самом деле, могу уже давать интервью. Я вообще не сомневался ни в чем. Потом сразу увидел этот вопрос, понял ответ, этот текст. Спасибо. Ну вот эпическая музыка начинается сейчас. Просто, на первых, она была не особо эпическая такая. Телетелетра ревали. Да. А это уже следующий вопрос. На 10 тысяч рублей. Кто большую часть жизни проводит, сидя в кронах деревьев? Очковый медведь, гризли, белый медведь или каала? Что вы знаете об этих животных? Скорее всего, каала. Нет. Почему нет? Потому что она вроде там... Нет, да каала... В кронах деревьев. А-а-а. Как, блядь, медведь вообще-то нахуй в лес? Нет, ну я думаю, это... Нет, слушай, это на самом деле четвертый вопрос. Я думаю, тут не все так сложно, блядь, это каала, блядь, наверное. А-а-а, хотя... Ладно, окей. Да каала, блядь. Белый медведь точно нет. Отпадает. Точно. Точно? А почему? Очковый медведь, очковый, очковый. Ну, белый, он живет на северном... Там, блядь, где снег, наук, там деревья, блядь, холодные. Просто отпадает, Дина. Окей. Просто отпадает. Так, белый медведь отпадает. Далее. Да. Погоди. Надо подумать. Что такое очковый медведь? Это рофл какой-то или реально такое есть? Дина, давай. А ты решил, что это рофл, потому что он пугливый и очкует часто? А он очковый реально, потому что пугливый, типа? Нет, я у тебя спрашиваю. Ты решил, что это рофл, потому что подумал, что он пугливый и очкует? Не, ну просто там очко, типа слова. И это смешно. Ну, типа, всегда смешно. Типа, жопа, хуй, очко, знаешь. Это всё. Но смотри, очко... Да? Очко, это же не только анальное отверстие, правильно? В смысле? Дина, ты что подумала про анальное отверстие? Я кажется, ты про него подумал. Ты что? Ты что? Нет. Ты что, Дина? Дина, ты что такая опошлёная? Пиздец, Дина. Чего вы на меня-то переводите? Короче, это Каала. Даша, согласна ли ты? Да. Согласна. Ну что же, ребята решают не пользоваться подсказками, не заглядываться на очкового медведя и выбирают Каалу. Проебать очкового медведя. И это правильный ответ. Три, шесть, восемь вопросов. Десять тысяч у вас уже в кармане. Очковый медведь, если вот без гугления правильно вспомнить, у него здесь другой цвет шерсти вокруг глаз, и как будто очки получаются, что-то такое там. Итак, следующий вопрос. Сколько нужно деревянных чурок, чтобы составить любую фигуру в игре городки? Четыре, семь, шесть, пять. Вот это, мне кажется, уже на самом деле сложный вопрос. Кого? Так. Игра городки. Любую фигуру в игре городки. Что вы знаете об игре городки? Нихуя я не знаю про нее, поэтому мы будем брать подсказку чата. Я представляю, что у меня сейчас в чате, наверное, столько ответов. Ну смотри, ты можешь немножечко подождать, когда они все напишут то, что хотели написать. Да, давай подождем, сделаем какую-то паузу. Расскажите мне пока про свою лава-лампу, например. Классная лава-лампа, только жаль, веб-камера не передает ее всю красоту. Не хочешь купить? Что, продаешь? За подсказку на этот вопрос. Ну, у вас есть 50 на 50, у вас есть помощь чатика, у вас есть вторая жизнь, вторая попытка. Так, ладно, слушай, помощь чата, а может чат на потом оставить? Я так понимаю, тут вопросы идут, да, к сложным? Пиздец. Ну, по сути, да. Ну, например, бывают исключения. Вот у Хвостов с Илсиором последний вопрос внезапно оказался, где встречается понятие дзен? Ну, типа, правильный ответ был буддизм. Ну, они, если что, не взяли этот вопрос, они его заменили. А. А почему они его заменили? Потому что не были уверены. Серьезно? Да. Даже, ну, ты же не играла в городке, мы не ебем с тобой. А кто-то там сидит, блядь, такой, ой, ебай, да это же изи, вот это они, долбоебы, там сидят. Чемпион по городкам плюс в чат, кто чемпион по городкам? Ой, я опять сейчас испортила чат, сори. Ладно, мы еще подождем. Дина, ты играла в городки? Честно, ни разу не играла в городки. А ты знаешь ответ на вопрос, ну, типа, если не смотреть на ответы? Нет, для меня это сложный вопрос, я без понятия. Ну, сейчас я погуглю и знаю. Ладно, мы возьмем подсказку чата. Уверена, что именно подсказку чата, да? Да, это мне открыть чат? Итак, сейчас пока через задержку все это пройдет, чтобы точно чат был готов. Чат, приготовьте, сейчас вам ребята зададут вопрос, ну, вы видите вопрос, готовьтесь, в общем, писать ответы. И, ребят, у вас будет 10 секунд. Чат, чтобы посмотреть в чат. Время пошло. 10 секунд, погоди, я еще не зашел на канал свой. А, стой, тогда давай откатим. Готовы? Нет, нет. Да, все, готовы. Поехали. 5? 5, точно? 5? Наш ответ 5, все. D. Я увидел Пеклил, Пеклил, Крендель. Люблю вас, блядь. Вы меня точно не найдете. Ответ D. D. Ответ 5D. А, кстати, давайте активируем помощь чата, собственно, внутри игры. Смотрите, они сейчас голосуют. Оба. Ого. Интересно. Внутриигровые зрители в большинстве своему голосовали за вариант B. Ну, это так вам, к сведению. Итак, ваш ответ. Это что значит? Это значит, что они тупые. Внутриигровые? Тут по-всякому может быть. Блядь. Стоп. Нет, давай D. Давай D, там вообще все спамили 5. Да, давай. Итак, ваш ответ D5. И это правильный ответ. Внутриигровые зрители ошиблись. Чат умнее, чем несуществующие зрители внутри. Приложение, кто хочет стать миллионером. 25 тысяч не рублей у вас в кармане. Переходим к следующему вопросу. Что на Руси, Рома и Даша, называли утренник? Ветер, восход, туман или мороз? Вот представьте, Русь, раздолье и утренник. Мне кажется, туман. Потому что утром, например, знаешь, у них уже... Ну, точно не мороз, я думаю, и не ветер. Туман, либо восход. Туман ступит. От какой логики вы отталкиваетесь? Потому что утром всегда, типа, когда ты просыпаешься, там туман. Особенно в России, мне кажется. А восход утром не случается? Ну, это было бы, мне кажется, что... А может, и мороз с утра выходишь такой... У-у-у, холодно. Да. Блядь, либо восход... Или ветер такой задувает, как следует... Мне кажется, либо мороз, либо туман, либо восход. Ну, не ветер, короче, ладно, ветер мы отсеяли у себя. Может, мороз наоборот? Не, восход не будут. Восход тоже не будут называть утренник. Мороз? Что это ты, краж? Типа, утром выходишь реально в мороз, может быть. И вообще, в принципе... Да, блядь, а туман не может быть. Утром всегда почти холодно. Вина, подскажи. Нет, но утром всегда холодно. Вина, подскажи. Я могу лишь подсказать, напомнить, что у вас, если что, еще есть несколько подсказок. При этом смена вопроса пока недоступна вам. Она, по-моему, после 50 тысяч появится. У вас сейчас есть 50 на 50 и вторая жизнь. Итак, между какими вариантами вы сейчас выбираете? В туман мороз. Ну, представьте, что вы на Руси. А, ну, блядь, ладно. Дина, с такой подсказкой, нахуй, я уверен уже, что это мороз. Представьте, что вы на Руси. Вот так звучит, знаешь, как будто реально мороз, блядь. В смысле, я вообще не подсказываю, если что. Мороз. Мороз, давай, Дина, мороз. Хуярь, прям сейчас, без вопросов. Вы охренели, что ли? Давай, мороз. Да я вам больше вообще ни слова не скажу, понятно? Помнишь? Да ладно. Это правильный ответ. Помнишь на мафии вот эти все твои действия, блядь? Да, блин, вы слишком... Ой, все, я буду сидеть, молчать в тряпочку, потому что ты слишком хорошо по мне можешь прочесть ответ. Итак, 50 тысяч у вас в кармане. О, смотрите-ка, замена вопроса так и не подъехала. Или, по-моему, замена появится после несгораемой суммы. Хм, есть такой вариант. Ничего, потерпите. Итак, что охлаждают в градирне? Страсти, воду, пиво, окрошку. Градирня. Что такое градирня? Что такое градирня, Дина? Что-то, мне кажется, там напиток, блядь, какой-то, ну, что-то жидкое. Что такое страсти? Это, ну, типа, как эмоции, да? Это же не какой-то напиток. Я вам больше ничего вообще не отвечу, понятно? Короче, я откидываю страсти. Окрошку точно, потому что... А, стоп. Не, а зачем... Зачем охлаждать окрошку? Ну да, она это... Это либо вода, либо пиво. Или окр... Окрошку? Не, окрошку не надо, нахуя. А пиво зачем? Чтобы пиво холодное было. О, голые школьницы. Ну, мне кажется, сейчас... Ну, типа, сейчас их... Вряд ли это будет юзать. И, мне кажется, в прошлом тоже вряд ли это будет. Что? Ну, типа, градирную, чтобы там пиво охлаждало. Так, а это, кстати, шавермовские школьницы. У меня папа пиво охлаждал в гречке. Мне к своему модератору. В гречке? Речке. А, я подумал странно. В гречке. Он пиво ставил туда, чтобы оно охладилось, кстати, довольно быстро. Мне кажется, в воду. А у вас есть какие-то догадки, что такое градирня? Ну, я думаю, что это такая хуйня, в которой что-то охлаждают. Как думаешь, Зина, я прав? Послышал Зина, кстати. Можем взять 50 на 50 и что-то откинем. Не, ну это точно не страсти, брать. В каком-то... О каком-то литературном плане. И точно не окрошка, потому что нахуй охлаждать окрошко. Она уже, типа, горячая, если... Холодная. Ну, типа, ее можно и горячая, по-моему, и холодная. А вы окрошку любите на кефире или на квасе? Я на квасе ею. А я не люблю окрошку. Ну, я ее не ем. Ну, типа, вообще не люблю. Один раз провела. Ну, за нелюбовь к окрошке минус одна подсказка. Ну, да. А-а-а... Это мне? Угу. Ладно. Смотри. Может, градирня... Град, это может градус, блядь. И типа, пиво, потому что там алкоголь. Левоград, это как замороженная вода? Дина, не обращай внимания, у меня просто поток подсознания. Это нормально, это совершенно замечательно, размышляйте вслух как раз. Так и нужно. Просто я стараюсь никак вам не подсказывать. Я тебе отвечаю в воду. Почему? Я жопу ставлю в воду. Так, с этого момента поподробнее. Пога. Твою ставлю в жопу. Нет, мою нельзя. С этого момента еще подробнее. Нет, мою нельзя. Давай. Давай, давай. Да я думаю, погоди, что, что давай. Вода. Мы сейчас проебем, если этот. Я сейчас... А если мы доходим до несграемой суммы, и мы потом проиграем, она нам дается? Да, да. Именно так. Ползай, бума. Но для начала нужно до нее добраться. Ты хочешь воду? Я хочу воду. Пей. Мне кажется, что воду. Пей. Потому что пива не было, так мне кажется, распространено, по крайней мере. Да нет, это хуйня. Ну, да. Ну что же, ребята, у вас есть еще две подсказки. Вторая жизнь или 50 на 50. Я сейчас забываю, если там страсти, блядь. Давай воду. Ваш ответ Б. Вода. Это окончательное решение. Ты жопа. Да, да. Да. Минус жопа. Ты жопа. Сегодня будет она, блядь. Они ставят жопу на воду и... Остаются при своей попе. 100 тысяч, не рублей. Поздравляю. Я так не знаю. Чё, так внезапно, блядь, я... Вот так у жопу, блядь, ставлю. Ты будешь тебя чё-то... Поздравляю. Градирня. Это промышленная установка, предназначена для охлаждения оборотной воды, используемую для отведения тепла от технологического оборудования в системах оборотного водоснабжения. Знаете, вот такие здоровенные штученцы. Я так и знала. У нас, короче... Походу, Минерва. Так, ты уже в следующем вопросе. Я тут пока про предыдущие говорю. От немецкого слова «градиран», кстати. Так, какая римская богиня изображалась с тремя головами и считалась покровительницей трёх дорог? Диана. Гидра. Прозерпина. Фортуна. Или Минерва. С тремя головами. Я думаю... Вот сколько у какой из них было голов? У Дианы одна, точно. Мне про Диану Райс, блядь. Мне кажется, нам тут надо будет брать подсказку, видел, блядь, какие-то рисунки. Это единственное, кого я слышал. И Минерва где-то слышал. Нет, не Фортуна. Мы откидываем Фортуна сейчас. А Фортуна чем занималась? Блядь, рулетку крутила, воскресательный знак, Драгон Чат, переходили по ссылочке. Нормально, интеграция. Короче, тут мне знакомы только Фортуна и Минерва. Но мне кажется, что я, если их и видел, то я визуально не помню, что у них было три головы. Поэтому нам надо какая-то подсказка. Что у нас есть 50 на 50? У вас 50 на 50, вторая жизнь, и теперь появилась замена вопроса. Нет, замена вопроса нам не надо, мы будем разбираться. 50 на 50. Давай 50 на 50. Мы хотим ебнуть 50 на 50. Уверены? Да, на 100%. Ну что же, ребята решают воспользоваться подсказкой 50 на 50. Напомнить, что у вас уже 100 тысяч, и следующий шаг как раз даст вам несгораемую сумму. Итак, 50 на 50. Сейчас компьютер уберет два неверных варианта ответа. Как думаете, что он уберет? Я надеюсь, что он уберет... Казепина. Короче, что он уберет либо Фортуну, либо Миневру. Посмотрим. Ну что он не уберет их две. Погнали. Оба! Найс. Диана? Остаются Диана и Фортуна. Фортуна 100% одна. Я тоже помню. Оно сделало, как я хотел, значит, мы походу берем Диану. Угу. А кто такая Диана, Дина, ты вообще знаешь? Ну, да. Шаришь? Не, ну ты вообще-то шаришь. Ну, Диану и Фортуну я знаю, да. Вот как раз я бы не вспомнила... Я бы не вспомнила сходу про Прозерпину, например. Так, подожди, ты опять что-то пытаешься тут намутить? А ну? Читаю по глазам. Сколько у нас уже тысяч? А, стоп. Мы если сейчас выиграем, то... То, если вы отвечаете правильно, то вы получаете как раз несгораемую сумму. Уверим в Диану. Давай. Дина, ты уверена, что мы в Диану отвечаем? Как думаешь? Вообще, правильно ли это ответ? Не знаю. Итак, как будете готовы? Диана. Даша, согласна ли ты? Диана. Она не боится жать на Диану, видишь? Она не пытается нас переубедить, значит... Диана, Диана. Давай, Диана. И ребята выбирают ответ А, Диана. Бля, она походу теперь без... И это правильный ответ! И вы добираетесь за свои несгораемые суммы. Вот тут звучит как раз супер пафсная музыка. Поздравляю, несгораемая сумма у вас в кармане. 200 тысяч не рублей, от вас теперь никуда не денутся. У вас есть теперь замена вопроса и еще одна подсказка, да? Замена вопроса и вторая жизнь у вас. Итак, какой камень венчает большую российскую императорскую корону? Вот это ты должна знать, 100%. Топас, шпинель, сапфир или изумруд. Российская императорская корона. Чё? Чё? Мне кажется, это пас. Чё, блядь? Потому что я смотрела фильм один. Какой? Какой фильм? Какой-то исторический. По порнуху, блядь? Нет, я почему-то помню, что там такое говорилось. Ну, тебе, знаете, скучаешь там, канал Культура, и там про это что-то говорили. Ты знаешь, как выглядит корона? Там какой цвет камня? Красный. Ну, это не изумруд, это. Я играл в Майнкрафт, изумруд зеленый. Изумруд не подходит. Сапфир. Ну, тупас он красный, по-моему. Нам надо тут тоже, походу, либо подсказку вязать, либо менять вопрос. А можно мне в туалет сходить? Сходи. Ты, конечно, шпаргалку достанешь. Чат открой в туалете. Хорошо. Рома, мы вообще-то это слышали сейчас. На телефон есть чулки, кто-то ставил. Так, Ром, что ты помнишь об этих драгоценных камнях? Вот топаз, походу. Либо топаз, либо шпинель, вот это они в основном красными, кажется. Сапфир, я хуй знаю от какого цвета. Ну, изумруд, и я думаю, это точно не изумруд. Но шпинель это единственное слово, которое я не слышал раньше. Шпинель или шпинель? Дина, а что ты знаешь об этих камнях? Как ты думаешь, какой из этих камней ты бы засунула в большую российскую императорскую корону? Я знаю, Рома, какой из этих камней я бы не стала засовывать в правильный вариант ответа для тебя, знаешь ли. Вообще, первый раз такое, что участники пытаются усиленно играть от меня, скажем так. Что, Дина, может, я буду прикрываться? Не знаю. Или шпинель? Не знаю. Может, топаз? Ну, нет, точно не топаз. Так, Даша смыла воду уже. Я слышу это. Что ты сказала? Точно не топаз? Что? Ты сказала точно не топаз? Блин, как классно ходить в туалет и слушать Дину в наушниках. Мне такого еще никто не говорил, Даша. Это очень приятно. Так, Даша, у нас уже отпал топаз. Топаз отпал? Ну, Дина сказала, это точно не топаз. Погоди. Так, точно не сапфир. Точно не сапфир. Потому что не сапфир. Мы продолжаем играть вот так, блядь, Дина в Дином. Я, знаешь, помнишь, ты говорила, что я ведьма. Нет, а мне кажется, наоборот, что это сапфир, может быть. Это не сапфир. Блядь, она ушла в туалет, пришла и все. Точно не сапфир, блядь. Ребята, я там покакала, блядь, а не сапфир. Я посмотрела на свои трусы и подумала, это точно не сапфир. Что? Как это связано? Не знаю, просто кринжа навалила и все. Но сапфир, мне кажется, это слишком какой-то такой дешевый. А я думаю, сапфир. А если не сапфир? Блядь, кстати, сапфир звучит дешево, пиздец. Да. Конечно. Напоминаю, у вас есть две подсказки замена вопроса и вторая попытка. Какого цвета шпинель? Можно такую подсказку? Да хуй знаю-то, они тут все разных цветов могут быть. И изумруд, если он в Майнкрафте зеленый, это не значит, что он в реальной жизни зеленый, блядь. Они разные. Че, короче, нам-то точно нужна подсказка, мы либо вторую попытку, прям, либо этот. Ну, вы здесь решите, вам этот вопрос сильно не нравится, вы готовы с ним распрощаться навсегда? Он мне пиздец не нравится, да, Дина. Вопрос? Мне он пиздец как не нравится. Мне кажется, это легкий вопрос. Да, легкий вопрос, что ты думаешь? Топаз? Топаз отпадает. Почему? Ты говорила, что топаз. Дина сказала, что точно не нравится, что я не верю. Я точно знаю, что не изумруд, потому что я знаю. Сапфир мне не нравится, потому что мне кажется, что это плохой камень. А вот шпинель, я понятия не имею, что это. Возможно, это оно. Ну что же, будете ли вы брать одну из двух подсказок? Нет, мы меняем вопрос, блядь. Давай, ладно. Мы меняем вопрос. Итак, ребята прямо сейчас распрощаются с этим вопросом. Когда мы его заменим, вы увидите правильный ответ, так что вы можете ткнуть пальцем в небо. Это уже ничего не решит, но просто ради интереса. Хорошо. Мы сейчас... Сапфир, сапфир. Так, вы бы ответили сапфир. Ничего не решает, да? Да, это ничего не решает, но просто вы поймете, правильно ли вы сделали, заменив вопрос. Вы бы ответили сапфир. Итак, выбираем замену вопроса. И это была шпинель. Так что верно поступили, что заменили вопрос. Фух, над ухом просвистело. Следующий вопрос. Вернее, тот же самый, на той же позиции. Какой цвет в композиции икебаны символизирует зиму? Белый, черный, красный или зеленый? Так, знаешь что? Самое очевидное, что это не белый. Расскажите мне, что такое икебана. Что вы знаете про икебану? Блин, спасибо огромное за рейд. Спасибо огромное. Располагайтесь, ребята. Я думала, это фильм. А сейчас ты не снял литературу. А, да что? Давай, пожалуйста. И так, слушай, на самом деле, тут все равно намного проще. Дина, что такое икебана? Так вы мне скажите, это просто помогает вам размышлять. Ну это композиция. А нет, какой цвет в композиции икебаны символизирует зиму? Это композиция, блядя, какая-то. В композиции икебаны. Что такое икебаны? Что ты знакомый пиздец? Мне кажется. Блин. Короче, похуй. А с какой страной может быть связано? С страной? С страной? М-м-м. Что навевает? Россию-матушку. Поняла, пинг-пинг. Я прав? Дина, я прав? Я не буду отвечать на этот вопрос. Не знаю, у меня с японией или корейкой связано. Я уверен на 100%, что это не белый. Ставлю жопу, что это не белый просто. Потому что зима и белый, такой тупой вопрос сюда вообще не задвинут. Знаешь, у меня ассоциация с хокебаной, это вот, я помню, какие-то такие, знаешь, типа, мы собирали... Был, этот, альбом, и туда листики собираем. Это не оно? Я ебу. Я, блядь, в альбомы фотография складывался. Ну, типа, листики, они зеленые. Либо, какие там еще есть, либо красные. А, как бы, листики, как раз, их нету, типа, смотрели, ну, зимой. И, возможно, это напоминает что-то, ну, типа, с листвой как-то связанное, понимаешь? Чего, блядь, я нихуя не понимаю. Это либо зеленый, либо красный. Что они черные? Какие нахуй листики, кебаны, это не листики, сто процентов. Думаешь? Какой цвет в композиции, и кебаны символизируют Диму? Нет, это не здесь, какие нахуй листики. Точно не белый, смотри, точно не белый. У нас есть подсказка, две попытки. Да, если что, вы можете воспользоваться подсказкой «вторая попытка». Хорошо, давай берем вторую попытку. Ты хуяришь зеленый? Угу. А я куда-то дальше. Да, Дина, мы берем вторую попытку. Уверены, да? Да. Итак, ребята, берут подсказку «вторая жизнь». Куда стреляем? В зеленый. Даша выбирает зеленый. Рома согласен? Если вы сейчас отвечаете правильно, то подсказка так и так пропадает. То есть вы ей уже воспользуете. Тогда в зеленый, давай. Ребята выбирают зеленый. И это неправильный ответ. Вы бы сейчас проиграли. Остается три варианта. Не, я жопу ставлю, что это не белый. Либо красный. Ты говорила красный второй? Красный, белый, черный. Икебана. Зима. Ух ты, музыка какая пошла. Знаешь что? Зима. Смотри. Зимой. Все, начинается, блядь, курс. Су-су-су-су-су-су-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Нет, подожди. Смотри, если мыслить логически, то зимой очень мало света. То есть солнечного света. И, возможно, это ассоциация с черным, потому что зимой очень часто ночь. Как тебе такая? Чего? Ну блин, дни, короче, черночь, поэтому черный, возможно, поэтому символизирует зимой, понимаешь, в чем я? Дина, понимаешь, о чем она? Дима, она хочет в черный ебануть. Ты меня сейчас Димой назвал. То Зина, то Дима. Привет, меня зовут Дина. Она хочет... Что думаешь, Дина? Черный? Дина улыбается, да, я права! Ночи короткие, говорит. Длинные ночи. Длинные, а не короткие. Дни короткие, но очень длинные. Диман, что думаешь? Интересно, ответил бы на этот вопрос Дмитрий Ликс? Давай черный. Я видел у Дмитрия Ликса, сегодня резко увидел, он какой-то, блядь, вибратор. Ты видел это, Дина? Какой-то массажер, блядь. Так в смысле, это же я у него была дома, и это снимала. А, а, это ты снимала? А то что такое вообще, я хотел спросить? Это массажер для спины. В смысле, серьезно, это массажер для спины. Ты серьезно? Он жаловался, просто у него спина болит, вот, говорит, и прикупил. А что, я верю. Розовый или спины. Розовенький такой. Массажер. Все, давай выбираем Б. Я уверена. У меня логика железная. Я жопу ставлю. Я жопу ставлю. Твою. Честно, я уже не в игры хочу, а когда у нас жопу проявил. Ну, давай черный. Вы уверены? Да. Нет. Да. Зима. Экибана. Красный, черный, белый. Ты сейчас наезд камеры сделал? У меня вебка как-то приблизилась. Да, произошел наезд камеры. В принципе, это было достаточно эпично так-то. Давай, хуя. Я не понял даже, как это случилось. Зайди в бонус. Я расширил бэс просто. Ваш окончательный ответ. Да, давай уже. Прайбали, блядь. Черный. И ребята выбирают Б. Черный. И это правильный ответ. 400 тысяч не рублей. Поздравляю. Поздравляю. Что, если вы? Можешь забрать бабки, Даша. Ну, смотрите, у вас всегда есть опция взять деньги. Так, по цветам. Смотрите, да. Черный – цвет самого темного времени года зимы. Даша абсолютно правильно рассуждала. Красный – цвет огня. Зеленый – это цвет дерева. И желтый, конечно. Экибана – это же из цветов композиции, цветочной композиции. Я думала, это на слуху. Что, Дина, сейчас, секунду, я веб почку пофикшу как-то. Давай. А белый – это, кстати, цвет металла. Я бы вот не решила, что белый – цвет металла. Даша, а как? Приблизилась. Зайди в приложуху. Ребята, какой вопрос для вас был самым сложным на данный момент? С камнями. В приложуху. Зайдем даже, когда зимы зеленый. Майнкрафт пошел на поле. У меня были сережки зеленые. А почему были? Но потом я их потеряла в детском. Отдалилась ли я? Нет, нажми на 78. На 78. Чатик, да. И не забывайте на мой канал тоже нажимать на фоловый. И также восклицать знак розыгрыш. Вы еще можете принять участие. Все, Дина, мы готовы. Готовы? Ну, замечательно. Тогда следующий вопрос. На 800 тысяч не рублей. Сколько подсудимых было оправдано на Нюрнмерском судебном процессе над нацистами? Трое. Пятеро. Шестеро. Один. Пятеро. Пятеро. Ты это точно знаешь? Где-то это слышал. Пятеро. Мне кажется, пятеро. Я это, я не знаю, я это где-то слышал, блядь. Пятеро, либо шестеро, ладно. Пятеро, либо шестеро. Хуярим, пятеро. Пятеро, давай. Давай, пятеро. Вы готовы ответить? Да. Нет. Да. А если проиграем? А, вопрос. У нас подсказок нет? Подсказки у вас уже закончились. Вы изменили вопрос, использовали 50-50, чатик посмотрели, и право на ошибку, и позвонили инсайдеру. На втором вопросе про бормотуху, кстати, напомню. Блядь. Блядь, знаешь, бормотуха сейчас скажет. Сколько подсудимых было оправдано на Нюрнмерском судебном процессе над нацистами? Точно не один, точно не шестеро. Почему? А почему? Потому что, ну обычно так всегда выбирают. Типа я так Иго издавала. Так вот, это либо трое, либо пятеро. Нет, я думаю, пятеро. Ой, у меня наушник с тела не слышал. Нина, ты знаешь ответ? Нет, я не знаю, специально сейчас не буду смотреть, чтобы вы по мне не прочли. Давай я буду... Давай я буду за трое, а ты будешь за пятеро. И мы сыграем в сульфа. Кто выиграет, тот и называет. Мне что-то кажется, пятеро, не знаю, блядь. Увидел эти вопросы, сразу пятеро нахуй. Ты где-то слышал? Ну да, такое ощущение, что где-то слышал. Она подсознательно, хочется выдать пять. Давай. Нет. Да. Я на всех случаях напомню, что вы всегда можете забрать деньги. Сейчас у вас четыреста тысяч не рублей. Ты можешь забрать шестеро и не один. Ну не один, потому что подсудимых... А, подсудимых, ну может быть все один, ладно. Вы можете забрать деньги, Таня, это неинтересно. Мы же не девочки. Я девочку. Какая разница? А почему трое? Мне наоборот кажется, пятеро или шестеро. Ну, потому что это средние числа. То есть и не слишком много, и не слишком мало. Это, блядь, мне кажется, не так. Че-то вы хотели бы себе четыреста тысяч, не рублей. С ЕГЭ сработало. Мне кажется, тут тоже. На бюджет поступило? Да. Ладно. Ну, конечно, не в тот вуз, в котором я училась, но ладно. Суэфа. Давай. Ну, я думаю, пять. Давай. Суэфа. Пизда. Блядь! Все. Очень интересное решение... Решение проблемы, какой ответ выбрать. Три. Три. Нет! Три! Да нет! Три! Да нет, блядь! Три! На жопу ставлю. Да ты заебал! Почему три? Потому что... Ты сказал пять, я говорю три. Я хочу быть наоборот. Не как три. Мне кажется, либо пять, либо шесть. Я не буду с тобой соглашаться. Ты, Дина, ты вообще слышишь ее логику постоянно, блядь? Ладно, про ночи, про ночи, ладно, хорошо бы. Было убедительно. А вот, блядь... Не один и не шесть. Ну, говорю, всегда работает. Отвечаю, попробуй когда-нибудь... Да не работает это никогда. Работает. В России работает. Вообще, обычно так-то уж, при выборе чего-либо из нескольких вариантов, в России ничто не работает. Надеюсь, я достаточно расплывчито сказала. Стоп, она нам, типа, намекнула, что это либо один, либо шесть, или что? Нет, это я пошутила про вообще отвлеченную тему. А, я понял. Все, дошло. Итак, ребята. Подсудимый нюрнбергский процесс оправдания. Трое, пятеро, шестеро, один. Я выиграла. Давай. У нас подсказок нет, да? Да. Вообще никаких. Все закончилось. Все использовано. Я специально не проверяю, какой правильный ответ, чтобы вы по моему лицу ничего не прочли. А, так вот как. А ты сама не знаешь, да? Я не знаю ответ на этот вопрос. Это какие-то сложные вопросы. Я тоже не знаю. Мать, рандом. Ну, давай. Ну, давай, бля, выбирай. Я думаю, пять. А я думаю, три. Потому что ты говоришь пять. Я еще никогда не ошибаюсь. Ну, ладно. Ошибся. Угрюмо, я интуиция, она мне никогда не позволит. Я просто экстрасенс. Где чат открыт? Я не понимаю. Так, так, так. Руки прочь от чатика. Да я же че, у нас ничего не открыто. Может, пять? Плохой. Будешь виноват. Давай, пусть будешь лучше виноват, а ты, бля, чем я. Давай. Три хуя. Может, нет? Выиграть хочешь? У вас сейчас уже 400 тысяч не рублей. Вы их сюда можете забрать. Я говорю, три. Женщина говорит. Да все, давай. Итак, ваш окончательный ответ. Три. Выбор сделан. И это правильный ответ. Ведьма. Ведьма. Логика из ЕГЭ сработала? Ты подумай, а? С ума сойти. Кстати, ребята. А что? Что? Я на всех случаях вас предупрежу, что если вы ответите правильно или неправильно, там буквально через пару секунд включится реклама, поэтому будьте готовы, если что, скрыть у себя сцену с захватом игры, а то там мало ли какая реклама будет. А, реклама в самой игре? Да-да-да. Сейчас заберем деньги. Ну что, 800 тысяч не рублей. Я не забрать. Следующий вопрос. Какой из этих фильмов был номинирован на Оскар? Маленькая Вера, военно-полевой роман, Асса, Игла. Я... Меня лампа обожгла. Нам все. Ну все, нам. Нам походу пизда. Ты хотя бы один из этих фильмов смотрела? Игла. Игла? Угу. Про что это? Не помню, просто знаешь, смотрела. Чего в памяти? Ну, вот так вот дефолтная логика. Ну, мне кажется, это какие-то старые прям фильмы. А про что эти фильмы вы примерно знаете? Ну, военно-полевой роман. Очевидно, про что? Маленькая Вера. Мне кажется, это фильм про какую-то больную девочку, либо фильм про молодость Веры из Ворониных. Это ладно, это не существует. А военно-полевой роман про войну и поле, видимо, да? Да. Дина, вот тебе вежу, ты не мешаешь. Маленькая Вера. Тут ты отвечай. Я не буду, я не знаю ничего. Игла, это фильм про ежика. Либо про то, что я не осуждаю. Да? Либо про еще что-то. Знаешь, что? Вот аса. Звучит по-оскаровски. Не знаю почему. А еще? Ну, мне кажется, либо игла, либо аса. Потому что там четыре буквы. Не, я думаю... И там четыре буквы, и там четыре буквы. Маленькая Вера звучит, как какая-то документалка про... Моя интуиция и она... Не, все, хватит. Все. Она ничего о ней не говорит сейчас. Она говорит довериться тебе. А я тем временем напомню, что у вас уже 800 тысяч не рублей. И вы всегда можете забрать. Я вот когда одна играла, я как раз забрала 800 тысяч не рублей. Давай заберем Вера. Хочешь забрать? Наверное. Какие у вас есть идеи вообще по ответу на этот вопрос? У меня кажется, либо аса, либо военно-полевой роман. Ну, не рис... Я тебе татуировку сделала. Рисуй по руке. Ну, я думаю, это не маленькая Вера. Хотя, блядь, маленькая Вера у меня ассоциация. Либо это какая-то документалка про кого-то, блядь. Либо это фильм про какую-то маленькую больную девочку, которая может быть выдвинут на лосках как раз. Ну, блядь, я хуй знаю. Аса, блядь, звучит как... Аса. Ха-ха. Я боюсь его. Что будет, если забрать, то тогда ребята заберут 800 тысяч не рублей. Дина, я думаю, мы заберем 800. Мы не ебем. Вы уверены? Нет. Нет? Да. Или да? Военно-полевой роман. Я против насекомых, так что не углаждаю. Военно-полевой роман. Давай 800. Бля, короче, смотрел какой-то фильм, помню. Военный там... Солдат... Ну, полюбил какую-то девушку тоже из этого... Медпункта. Ну, не медпункта, там, людей этот... А потом она взорвалась. Может, это этот фильм вообще? Дин, ты не смотрел военно-полевой роман? Возможно, частично, но сейчас уже не припомню. Да, Даша, успокойся. Не взорвалась, а ее, короче, этот... Это, короче, вторая мировая была, и там ее взорвали просто. Ай. Было достаточно грустно, блядь. Я бы этому фильму оскорбовал. Короче, не знаю, Даша. Мы забираем 800. Да, мы забираем 800. Ну что же. Ребята принимают решение забрать 800 тысяч, не рублей. Решение принято. Но прежде чем я нажму на забирательную денежную кнопку, выберите вариант, который вы бы нажали, если бы отвечали. Потому что там покажут правильный ответ. Нет, я думаю... Нет, игла нет. Либо аса, либо военно-полевой роман. Я даже не знаю, что такое аса. Звучит как-то как, блядь. Давай военно-полевой роман. Она говорит игла. Итак, Даша за иглу, Рома за военно-полевой роман. Давай, выбирайте. Ну просто запомните, мы сейчас не будем выбирать то, что вы уже решили забирать деньги. Просто вы сейчас увидите правильный ответ. Итак, Рома и Даша забирают 800 тысяч, не рублей, кто хочет стать миллионером. Да. И правильный ответ военно-полевой роман. Пизда. И не забудьте сейчас скрыть игру. Там как раз рекламка пошла. Ну, тут ничего страшного. Тут собирать линии. В тетрисообразной игре. Так. Сейчас она пройдет. Итак, у вас 800 тысяч, не рублей. Ребята, давайте поделитесь своими ощущениями. Мне кажется, Рома сейчас бомбит, потому что он хотел выбрать В. Это очень хороший результат или нет? Учитывая то, что мы нихуя не знали по себе. Я так отвечу. Хороший, учитывая то, что вы позвонили инсайдеру на втором вопросе. Так что это очень хороший результат, мне кажется. Здорово, чат. Извините, мы вам принесли только 800 тысяч. Фарблайф, спасибо большое за ход. А вот вы когда шли играть, вы думали, на какой цифре остановитесь? Я думал, вообще, мы вначале, нахуй, вылетим. На бурматухе где-то примерно, да? Да. Цикло, блядь. Так в смысле, мы ушли победителями? Ну, не совсем победителями. Да вы что, это отличный результат, вы все правильно сделали. И на самом деле, в процессе у вас были отличные размышления, как, например, в случае, когда Даша добралась до черного цвета, выгибание ассоциирует с темнотой зимой. Ну, и, конечно, когда вы рассуждали по поводу количества подсудимых оправданных, мол, на ЕГЭ 1,6 точно отваливаются, и потом с помощью Сумифа выбирали ответ. Это такой пиздец, думаю. Я думал, мы на этом моменте все, мы типа проебали. Я понимаю, что я нихуя не знаю, я слышу ее логику, блядь, это пиздец. А вы реально какой-то из вопросов прочли по моему лицу? Да, я вот тот, что там было? Ты говоришь, что такая, знаешь, ну, это, ну, типа, Русь, или что-то там сказала. Я такой, сразу вспоминаю деревню, блядь, со снегом какую-то зимью. И так уверенно просто ты это говоришь? Блин, ладно, я это учту. Хотя бы мне сказали, что тут можно все прочесть по мне. Черт подери. А ты могла уже по мафии понять, мне кажется. И, между прочим, вначале ты мне тогда верил. Я точно верю Дине. Она точно комиссар. Это были первые игры. Да, да. Итак, ребят, поздравляю вас. 800 тысяч не рублей. Отлично играли, отлично размышляли. Было интересно за этим делом наблюдать. Вот, спасибо инсайдеру, который ответил на звонок. И спасибо вам большое за игру. Буду вас тогда отпускать. Да, спасибо, что поздравляю. Давай. Давайте, счастливо, поздравляю. Я Киви тебе скину, жду 800 тысяч. Не рублей. Не рублей, да. Пришлю изумрудами. Нет, это шутка. Я не пришлю тебе изумруды, Рома. Из Майнкрафта? Да, из Майнкрафта. Давайте, счастливо. Спасибо вам большое. Спасибо, давай. Пока. Пока.